13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я приветствую слушателей Анны Лапшина. Мой сегодняшний гость, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Николай, добрый день. Аня, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день. Всем приятного аппетита. Традиционная фраза. Хорошо, напоминаю, что нас можно не только слышать на эфире, но и видеть. Трансляция нашего эфира идет на сайте хакирова.ру И там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. Но вопросов много. Часть из них касается бюджета, денег. Часть из них касается очень важных вопросов для каждого из нас. Речь идет о здоровье, о здравоохранении. Есть еще несколько тем, но я думаю, что мы до них доберемся чуть позже. Давайте начнем все-таки как раз с медицины, со здравоохранения. Тема федеральная. Сегодня все СМИ так или иначе ее отразили. Началось все с газеты «Ведомости», которая написала о Владимире Путине. Владимир Путин на фестивале молодежи и студентов в Сочи в воскресенье, общаясь с делегатами форума, сообщил о том, что государство уделяет большое внимание теме здравоохранения, но при этом его ответ на вопросы трактовались следующим образом. Путин сообщил о том, что нужно подумать, какие вещи здравоохранение государство будет финансировать по-прежнему, а что, возможно, переложит на население. Ну вот и в газете «Ведомости» сегодня достаточно большой материал с комментариями экспертов, которые анализируют, каким образом вообще все это может происходить, софинансирование в каком объеме, по каким услугам и прочее, и прочее, и прочее. Вот большинство экспертов предполагает, что если Путин публично заявил об этом, то, скорее всего, решение, по крайней мере, в черновом таком варианте, уже принято. Вероятно, все так и есть. Но если оно еще не было принято на момент евреи, то, думаю, сегодня все документы уже готовы. Да ладно. Ну, там же все очень оперативно, когда у нас первое лицо государства что-либо говорит или заявляет, мы уже это знаем прекрасно, что решается все крайне быстро. Но, может быть, это просто общие слова какие-то были? Нет, я думаю, что это далеко не общие слова. Это человек, который просто так общие слова не говорит. Если он говорит, что пора об этом задуматься, значит, уже бюджет не в состоянии нести те расходы, которые он всегда нес на здравоохранение самостоятельно. Это еще раз подчеркиваю, что проблема у нас с федеральным бюджетом очень серьезная. Потому что, если уже речь заходит в таких статьях, которые всегда были защищены, здравоохранение, образование, всегда были статьи, которые у нас, по крайней мере, декларировали, что они только увеличиваются и никогда не обрезаются. Здесь, судя по всему, уже это далее невозможно увеличивать. Поэтому как бы речь пошла о том, что неплохо бы уже потеребить честных граждан по этому поводу. Как вам кажется, в каком формате это будет сделано? Вот эксперты предполагают, что может быть некий обязательный объем услуг, медицинских так называемых, которые будут оплачиваться государством, а все остальное пойдет сверх. Во-первых, у нас в Конституции написано, что у нас медицина бесплатная. Поэтому как будет вот эта конституционная гарантия, каким образом она будет преодолеваться, я пока еще не решил для себя. Я не знаю таких вот способов, как бы сделать конституционную бесплатную медицину частично платной. Дело в том, что то, как у нас здравоохранение функционирует сейчас, мы прекрасно понимаем, что оно уже давно стало частично платным. То есть есть вещи, которые человек не может получить бесплатно, получают за деньги. Ну, в силу разных причин. В силу разных причин, в силу времени, в силу недоступности, да, условно говоря, что где-то вот, может быть, в Кирове и есть эта бесплатная услуга, условно говоря, в Амутинске ее нет, поэтому человек получает в каком-то платном медицинском центре. В таком виде это существует, да. Вероятнее всего, это просто будет узаконено, как бы, да, что некоторые из бесплатных услуг просто как-то уйдут на нет, пропадут куда-то. Ну, они как бы есть, но их никто не оказывает, понимаешь? Ну, или съездите в Москву, вам там ее, значит, окажут, или съездите еще куда-нибудь вам ее окажут, да. То есть она где-то есть, ну, как бюджетные места в вузах. Они где-то есть, а где-то нет, да. Где-то надо за денежки учиться, а где-то бесплатно. Вот. Таким образом, скорее всего, это будет объединено. То есть я не думаю, что как-то это сильно изменит вот нашу, нашего отношения со здравоохранением, потому что мы, на самом деле, уже давно за все платим. Просто это каким-то образом будет узаконено. И если раньше на самом деле человек, который не имеет средств существования, да, все-таки получал эти бесплатные услуги, может быть, это было ему трудно, может быть, куда-то приходилось ехать или что-то, сейчас уже никуда он не поедет, просто ему придется платить все. Но вообще эксперты говорят, что незащищенные категории населения каким-то образом будут отдельно прописаны в этих документах? Ну, это эксперты предполагают. Дело в том, что очень сложно определить вот эти незащищенные категории населения. Мы же прекрасно понимаем, что часть из этих категорий, она действительно незащищенная, а часть просто живет на левые какие-то доходы, да, официально не трудоустраиваясь и так далее. То есть, и в таком случае, если будет вот эта лазейка для незащищенных слоев населения, то ее будут активно использовать все. Так что я не думаю, что вот такое разграничение будет, потому что оно экономически невыгодно. И главное, я так понимаю, если это заявление сделано, оно сделано для того, чтобы сэкономить государственные деньги. То есть, соответственно, будет сделано все, чтобы деньги действительно экономились. Николай, как Вы относитесь к истории, которая некоторое время назад была там озвучена, опубликована и тоже обсуждалась с экспертами о том, чтобы за здравоохранение там и за услуги медицинских клиник платили те люди, которые официально не работают? Ну, эта тема, она как бы озвучивается уже не первый год. Да, то есть, но здесь тоже ведь сложно определить, какой человек официально, точнее, скажем, работает неофициально, а который действительно не работает. Это очень сложно, да? То есть для того, чтобы на самом деле эту линию провести, нужно каким-то образом следить за расходами человека. Каждого причем. Причем каждого, да, совершенно каждого. Вот, у нас, насколько я знаю, даже вот в той части, условно говоря, антикоррупционной политики, да, которая предполагает наблюдение за расходами определенной категории населения, скажем, чиновников, государственных служащих и так далее, и так далее. Насколько я помню, наша страна до сих пор еще пока не подписала эту часть вот международной конвенции о том, что за расходами надо наблюдать. А как таким образом организовать тотальное наблюдение за расходами, я вообще не понимаю. Под него попадут все, в том числе и эта категория населения. Вот. Поэтому это довольно сложно решается вопрос. Я не знаю, и, по-моему, вот все эти попытки каким-то образом эту категорию, которая пользуется услугами бесплатной медицины, но сама, тем не менее, не платит взносы в фонд, да, обязательного медицинского страхования, да. Вот. Пока, насколько я знаю, ни одной удачной вот такой, какого-то, не знаю, там, пилотного проекта или эксперимента пока не было. То есть как заставить людей платить. И как этих людей отделить от тех, кто действительно не в состоянии, кто действительно не работает. Вот. Понятно, что есть статус безработного человека, который стоит... На учете. На учете. Ну, опять же, если... Смотрите, вот взять, как встать на учет. В Кирове все понятно и хорошо. Возьмем, ну, условно говоря, Яранский район, да. Чтобы человеку из деревни в Яранском районе встать на учет, ему надо ехать в Яранск, да. Это значит, надо заплатить на рубу туда и обратно по 400 рублей или по 300 рублей. Для того, чтобы... Ему при этом придется ездить туда регулярно, подтверждая то, что он не работает, подтверждая то, что он обращался туда-туда-туда-то. При этом пособие по безработицу он получает в размере 800 рублей в месяц, да. То есть таким образом, быть безработным, это очень невыгодно, скажем. Житель Яранского района. Житель Яранского района. Житель Яранского района, именно не города Тихова или Яранского района. Таким образом, этот человек, его не заставишь зарегистрироваться, да. То есть он действительно безработный, но чтобы это подтвердить, ему надо платить очень много денег, которых у него как бы безработного нету. Соответственно, доказать, что этот человек безработный, а не где-то работает, невозможно. То есть он не стоит на учёте не потому, что он где-то трудится, он не стоит на учёте потому, что это очень трудно финансово. Поэтому это разделение очень сложное. Я думаю, что я пока ещё ни от кого не слышал такой здравой мысли, как вот этих людей выделить в чистом виде и как заставить их платить. Хотя мысль здравая. Не кажется ли вам, что вообще вся вот эта история с оплатой медицинских услуг неработающими гражданами, она отчасти, ну такой, я не знаю, стимул что ли для тех, кто не работает официально побежать и скорее зарегистрироваться? Я не думаю, что таким образом можно заставить человека побежать и зарегистрироваться, потому что плюс, который он получает, да, вот не регистрируя свои налоги, он в любом случае больше. С другой стороны, как можно заставить человека платить за медицину, да? Да, он может просто, ну по-русски говоря, не обращаться в официальное, если что-то с ним случится в медицинские учреждения. Если на самом деле что-то случится, если у него есть деньги, он просто будет лечиться в платных клиниках тогда, когда прижмёт. Ну, видимо, к этому это не подводится. А не платить каждый месяц, да, а не платить каждый месяц. Ведь смотри, люди, которые согласны работать, как его сейчас называют, легальный теневой сектор, то есть он не преступный, не криминальный сектор, просто теневой. Они прекрасно понимают, что они уменьшают размер своей будущей пенсии. Они это понимают, они не глупые, да? Они понимают, что они там себя лишают определённых каких-то социальных пакетов, но они же работают по-прежнему нелегально, да? Значит, им это выгоднее, чем работать легально. Они больше получают денег на рот. И их пока ещё ничто не отвратило от такого способа работы. Единственный, как все прекрасно понимают, способ вывода экономики из тени в свет, это такая более взвешенная налоговая политика, которая бы не душила предпринимательство и давала возможным платить нормальную зарплату в светлую. И нормальные налоги. И нормальные налоги, да. Пока этого нет, это явление будет, и оно будет усугубляться, потому что пресс налоговый всё раскручивается и раскручивается, денег в бюджете, с чего мы, собственно, начали всё меньше и меньше. То есть давление будет всё сильнее и сильнее, и, соответственно, всё больше и больше будет окширяться и от теневой сектор. Сейчас говорят, что он где-то порядка 50% уже в нашей экономике. Ну, по разным оценкам, это же тоже невозможно здесь. Ну да, оценить очень трудно. По разным оценкам до 50% в тени находится в нашей экономике, так сказать, и, соответственно, денежных средств людей в этом занят. Что-то можно ещё сказать. Пока этого лекарства не нашли. Хорошо. На этом сделаем небольшую паузу. У нас сейчас прерыв, и вернёмся в студию. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в гостях у нас главный редактор журнала «Товар, деньги», «Товар» Николай Голиков. Договорили мы про медицину, да? Ну, не совсем договорили, мне кажется. Про предположения. Про предположения. Но вопрос-то был такой, что когда что-то начнётся, вот заявление Путина о том, что частично медицина сделать платной, я так сказал, что, вероятнее всего, в понедельник уже начнут готовить документы, да. Раз, на воскресенье я об этом сказал. Скорее всего, так и есть документы будут готовить, их будут готовить оперативно, но... Я думаю, да, ну, как там, потому что такая работа, она не публичная. Но думаю, что всё-таки до марта, до президентских выборов, никаких решений приниматься таких не будет, слишком жёстких решений. Но вот всё это время, пока у нас зима идёт, да, пока до марта мы живём, эта тема будет муссироваться, люди к ней будут постепенно привыкать, да. То есть она будет обсуждаться, будут появляться какие-то слухи, что, вероятнее всего, будет вот так вот. Вот я видел сам такой-то документ, там. А потом после выборов просто в любом варианте это будет принято, без всякого разделения на людей, там, богатых, бедных и прочего просто. Потому что, ну, бюджетно нужны деньги, денег в бюджете нет. Николай, а народное недовольство Вы не прогнозируете? Народное недовольство по этому поводу, ну, вот насколько показывает практика, народ у нас довольно-таки терпеливый. И, вероятнее всего, такого массового недовольства не будет. Поварчат разойдутся. Особенно учитывая то, что медицина у нас и так частично плакана, как вы сказали. Да, и так частично. Все люди к этому уже довольно-таки привыкли. За зиму они как-то с этой мыслью свыкнутся, что придётся, да. И после выборов, я думаю, что нет, массового недовольства такого не будет. То есть это не то, что так вот сильно могут люди сплотить, вывезти их как-то на улице или что-то ещё. Нет. Понятно. Так что всё пройдёт как-то безнаказанного. Грустная, грустная какая-то вообще у нас перспектива рисуется. Ну, у нас вообще перспективы грустные. Понимаешь, вот у нас, смотри, у нас все говорят, что Кировская область у нас совсем плоха, да. Конечно, плоха. Совсем плоха, да. А я вот что хочу сказать. На самом деле всё не так. Понимаешь, нам есть чем гордиться. Смотри, ведь если смотреть, как люди двигаются в одну сторону, да, мы все считаем, что у нас страна развивается всё лучше и лучше, и лучше, и Кировская область типа отстаёт. На самом деле всё не так. Вот мы же говорим, бюджет скукоживается федеральный, да. ВВП там не растёт в два раза никак. То есть на самом деле движение отъёт в обратную сторону. Всё хуже, хуже и хуже. Кировская область у нас лидер. В этом-то направлении вы лидер. По каким параметрам? Понимаешь, если смотреть в общее движение, а мы движемся вниз, то мы-то быстрее всех туда движемся. Знаешь, почему к нам так любят ездить министры, гости из Татарстана, из Башкортостана? Знаешь, почему? Они привыкают? Нет, они смотрят на своё будущее. Ну, я про это же, да. Да, да, да. Они смотрят, куда они движутся. У них пока есть подушка, скажем, там, нефтяная, газовая какая-то ещё, да. А у нас изначально этого не было, поэтому мы быстрее к этому пришли. Они тоже туда же идут. Потому что, ну, газ уже не пользуется спросом, да. Вот вчера мне общался с людьми из Литвы, да. Они вообще, им не нужен наш газ. К ним пригинали танкер в порт Клайперский, да. Этот танкер стоит с ожиженным газом. Всех в публике хватает. Им не нужен русский газ. То же самое сейчас будут делать в других странах и так далее, да. То есть мы постепенно эти все газовые и нефтяные вещи мы потеряем. И, соответственно, эти все вот наши нефтяные регионы, которые сейчас богаты, да, они вот сейчас ездят к нам и смотрят, что же у них будет, когда... То есть жителям Кировской области повезло, нам падать не больно. Мы про это сейчас, да? Нет, мы просто уже живём в будущем, да. Вот то, к чему ведёт страну наш вождь, мы вот это всё, вот мы показываем всем. Вот куда мы все идём. Вот мы где все скоро будем. Поэтому нам есть чем гордиться. У нас такой витринный регион, знаешь ли. Образово-показательный. Образово-показательный. И поэтому, если опять вернуться к той же медицине, мы уже сказали, что у нас по большому счёту всё давным-давно уже платное. Потому что за счёт того, что у нас сильно хорошо урезали все эти медицинские учреждения, да, в своё время там подскортили, подрезали, их стало мало, они стали недоступны, дороги у нас лучше не стали, добраться до них невозможно. Все давно уже получают платные медицинские услуги. И все должны вот приехать в Кировскую область, посмотреть, как это устроено, и смириться, что вот у нас будет точно так же. Ну, подождите, Николай, вот вообще говорят, что мы станем жить лучше. У нас тут представили бюджет на следующий год, и в бюджете, насколько я понимаю, бюджетовности я имею в виду, да? Бюджет у нас свёрстан с профицитом. То есть у нас останутся деньги даже на то, чтобы рассчитаться с долгами. Подожди, у нас останутся деньги, чтобы оплачивать коммерческие кредиты, которые помимо государственных у нас есть. Да, безусловно, мы здесь вот беседовали, приходил к нам и Владимир Васильевич Быков, да, и Владимир Гаврилович Бакин, мы говорили об этом бюджете. Бюджет будет профицитным. Ну, во-первых, он не может быть другим, потому что нам просто Минфин федеральный запретил иметь другой бюджет, потому что мы в области должны быть с достаточно высоким уровнем долга. Да, и для того, чтобы нам этот долг реструктуризировать, есть одно из главных условий бюджета, должен быть профицитный, у нас должны быть деньги на обслуживание наших долгов. То есть мы не должны влезать в дальнейшие долги. Дефицитный бюджет предполагает, что мы должны что-то где-то заимствовать, да? То есть у нас долг мы не имеем права больше брать деньги в долг. Между прочим, это очень жёсткое ограничение. Вообще любой бизнес, любая организация, когда развивается, она берёт деньги в долг, потому что эти деньги нужны для роста. То есть наша область этой возможности сейчас лишена. Понимаешь? Давайте так, не только наши, многие. Многие, да, многие области, да. С другой стороны, безусловно, то, что бюджет профицитный, то, что нам реструктуризируют вот эти наши задолженности, это освобождают определенную сумму. Мы тут посчитали, по-моему, порядка 4 миллиарда в год. Освобождают как бы вот от того, чтобы их отправлять на обслуживание старых долгов, да, на возврат долга. Немножко разгружает бюджет, но коммерческие кредиты никуда не делись, их обслуживать по-прежнему нужно. Кроме того, ведь условие второе, по которому эта реструктуризация происходит, это то, что мы должны увеличивать собственные доходы. То есть не то, что нам даёт... Вот вариант возникает за счёт чего, да. Но здесь вот сейчас, вроде бы, насколько я понимаю, есть возможность от нашего любимого фимкомбината ещё миллиардов всё-таки получить. В следующем году? В следующем году, в бюджет следующего года. Это немножко увеличит нашу собственную доходную часть, да. А что остальное, я пока не знаю, да. То есть как вот это требование будет выполняться, потому что вот сдавливать налогу эту прессу уже практически некуда. То есть, по-моему, выжили уже все долги всех лет, со всех совершенно субъектов, начиная от предпринимателей, частных кончайков. Ну, тут рассказывали наши эксперты про то, что какие-то прямо очень старые долги даже поднимаются. Поднимаются даже те долги, которые уже выходят за сроки трёхлетней давности, которые, вроде бы, по нашему гражданскому кодексу должны уже аннулироваться. Но, тем не менее, по-моему, выжито уже всё. Что касается развития какого-то, да, то есть бизнеса и прочего, мы как раз в первой части немножко поговорили о том, что бизнес-то уходит в тень. Он не хочет платить вот в таком масштабе налоги, которые с него требуют. Вот есть предложение, которое здесь озвучили наши любимые профсоюзы, о том, что в следующем году повысить в Кировской области минимальный размер оплаты труда. Так. Это вот знаменитое слово «мрот». Помнишь, такая песня была «мрот в наши дни с голодухи рабочие», да, вот слово «мрот», оно такое исторически значимое. Это скажется как, что повысится отчисление с легальных зарплат, соответственно, бюджет больше денег получит. Так. И, насколько я понимаю, сейчас это обсуждение идёт вот среди предпринимателей, правительства и профсоюзов, что эту идею, как бы, вроде бы поддержать. Таким образом, да, за счёт, как бы, честных налогоплательщиков тоже можно немножко увеличить наши собственные доходы. Но я думаю, что таким образом можно ещё и снизить количество честных налогоплательщиков одновременно. Как это? Ну, так это кто-то ещё уйдёт в тень. Ага. То есть даже с минимальной зарплатой не будут платить налогоплательщиков? Ну, у нас ведь сама понимают, что, как бы, минимальная зарплата даже сейчас, да, она очень, там, я не помню, точно цифры, по-моему, в 22 тысячах организаций платят в Кировской области зарплату ниже прожиточного минимума, а ещё, по-моему, в 11 тысячах из них, да, ниже официально утверждённых... Ниже мрот. Ниже мрот, да. Это вот легально. То есть, ну, все же понимают, что если легально платят ниже мрот, то, значит, остальное доплачивают сверху, там, каким-то образом, минуя налогообложение. Я думаю, что эти цифры увеличатся, да. Если увеличить вот эту минимальную сумму зарплаты, оплаты труда, то, соответственно, количество этих организаций... Которые уйдут вниз, ниже планки. Да, да, да. Хорошо, но есть ещё один способ, правда же, вырулить? То есть, не только увеличивать доходы, но и уменьшать расходы, например. Ну, дело в том, что... Хотя говорят нам, что бюджет будет социальным. Бюджет будет социальным. Ну, у нас как бы и федеральный бюджет, и социальный. Тем не менее, мы начали сегодня разговор с того, что он, конечно, социальный, и социальный, и федеральный бюджет социальный. Но уже мы слишком пошевелятся, что... Можно по-разному слову социальный понимать, да. И вот те, как бы наши священные коровы, это образование, здравоохранение, да, можно ведь как-то немножко и перейти, перевести на более такие коммерческие рельсы, да. Ну, у нас ведь, смотри, изъём денег от населения довольно-таки успешно проходит этап. То есть, мы же видим, сколько у нас прошло референдум по самообложению. Да, это тоже дополнительное налогообложение. Конечно. Сколько у нас рапортуют наши коллеги, наши любимые друзья, там, и Михаил Шевелёв, и Евгений Дрогов о том, как успешно развиваются проекты поддержки местных инициатив, а это тоже с людей берут. Ну, то есть, это в некотором смысле снятие нагрузки с местных бюджетов, да, и переложить частью наших детей? Да, да, да. То есть, мы наблюдаем, что вот это вот инициативное бюджетирование показывает, что люди, в принципе, растут своими деньгами довольно-таки легко. Есть что-то ещё, какая-то подушка-то у людей, да? Ну, потому что выбора уже нет, извините. Вот. И, соответственно, здесь тоже выбора не будет. Мы говорили про тоже платную медицину, думаешь, что у тебя будет выбор, что ли? Ну, либо тебе сделают уже такой выбор, знаешь, что ты просто зайдёшь в это бесплатное учреждение, где тебе услуги оказывают, да, и тебя там так напугают, что ты больше туда никогда не придёшь, да? По-моему, словно говоря, я сама понимаю, что врачи целостно могут тебя напугать. Ну, пока-то нам рассказывают о другом, пока-то нам говорят о том, как всё хорошо будет. Нам всегда говорят, что всё хорошо будет. Ну, вот мы живём как раз в той самой области, где вот это всё хорошо, мы видим наглядно, с каждым годом становится всё краше и краше, да? Мы же видим это. Я же говорю, что наша область – это витринная область. И вот всё движется сюда. И вот мы видим это хорошо, вот, о которой говорили пять лет назад. Сегодня мы его видим здесь на наших улицах, как мы становимся лучше, лучше лет начинаем, да? Ну, хорошо, ладно, раз уж мы хоть в чём-то, витрина... Ну, здесь точно совершенно витрина. И, кстати, вот опять же, да, вот, это, понимаешь, вот такое отношение к области, оно всё переворачивает в Гаргенман. Вот у нас, смотри, слухи идут. Губернатора к нам чуть не в ссылку послали, да? Ну, в такую отстающую... Ну, правда, кто сюда поедет из Москвы-то? Вот, а на самом-то деле, это же образцовая область. Сюда лучшего человека послали, потому что это витрина, тут же должен быть личный друг Владимира Владимировича, не менее того. То есть это не ссылка ни в коем случае, наоборот, это почётнейшая должность. И сюда смотри, ведь в серый дом наш, который рядом расположен, люди-то сейчас едут. Не всех сюда берут, местных тоже не берут. Тоже нужны люди там с огромным послужным списком, там, чтобы из министерства, из московского были. Потому что такая область. Понимаете? Какие тут наши местные лица-то, зачем они нужны? Это же будущее наше, всё должно быть красиво. Николай, сарказм, это хорошо. Это не сарказм, это видим всё. Ну, хорошо, ладно. Это правда. Грустно на самом деле. Это грустно, но правда. И, кстати, между прочим, не такая уж и грустная. Ну, слушайте, давайте мы оставим немножечко хотя бы оптимизма, да, вот в нашей сегодняшней программе. Николай, давайте в городе перейдём. Новая глава города у нас, Елена Ковалёва. Можете ли вы оценить первые шаги? Можем ли мы говорить вообще о том, показательны они или нет? Нет, ну, пока, конечно, говорить совершенно рано о чём-то. Мало ещё времени прошло. Мало времени прошло. То, что говорит Елена Васильевна, мне нравится. То есть мы здесь прекрасно подбеседовали в студии. Я посмотрю какие-то сюжеты, читаю в газетах, как, что она предполагает делать. Всё это хорошо, всё это грамотно. Но как бы вот из того, что там конкретно сделано, да, по наказам избирателей, да, ну, там на самом деле этот вопрос она сама признаёт. Решены те, которые не требовали там чего-то там вкладывать, да. Финансирование дополнительного не требует решения. Финансирование не требует решения. Решения какого-то думского не требуют. То есть те вещи, которые просто по каким-то причинам не были в предыдущей администрации проработаны, хотя все они, ну, могут быть. У нас, во-первых, пока ещё нет главы администрации, скажем так. И до начала ноября, насколько я понял, мы пока не будем знать, кто он будет. Вероятнее всего, сейчас это вообще никто не знает, кем он будет. Потому что такие должности, как глава города, глава администрации, крупного города, они всё равно проходят согласование через Москву. По моим последним данным, по крайней мере, ещё никто там не согласует. Вообще никого нет. А кандидаты? Кандидаты есть, безусловно. А кто обсуждается? Можем говорить? Все обсуждают то, что у нас будет, скорее всего, господин Шульгин, который сейчас в министерстве сидит, да. Точно так же, когда обсуждали, кто был главой города, всех почему-то называли Варею Чилищикой-Пасмова, но Варей Васильевич пока не стал главой города. И даже его заместителем? Её заместителем, да. Пока? Пока, да. По моему прогнозу, да, по моему прогнозу, он с пользой потратит в ближайшее время. И всё-таки, я думаю, что Москва согласует его кандидатуру, а Елена Васильевна уйдёт, не знаю, ему весь... Она 60-го года рождения, 63-го, по-моему. И, по-моему, через год уже можно выйти на общегражданскую пенсию. Подождите, Николай, то есть мы рано обрадовались тому, что женщина взяла в свои руки город? Понимаешь, ну да, женщина взяла в свои руки город, она будет честно работать, но в какой-то момент, мне кажется, по какой-то причине, она либо уйдёт на пенсию, либо там по семейным социалистам покинет город Кирк, либо что-то ещё. А Валерий Васильевич всё-таки возглавит его. Мне так кажется. Потому что иного объяснения его нахождения в составе депутата в городской думе я не нахожу. Он должен быть депутатом городской думы для того, чтобы стать главой города. Иначе нет такого другого способа. Другого способа стать нет, но... То есть я думаю, что Елена Васильевна, она всё-таки кандидатура такая вот... Переходная? Переходная, да, переходная, временная. Вот. Это моя мысль всего лишь, моё предположение, не более того. Опять же, грустная, наверное, да? Ну, я пока не могу сказать, грустная или нет. Поэтому говорить о том, как будет работать администрация, городская, мы можем после того, как уже определиться, человек, который конкретно возглавит городскую администрацию, когда мы увидим, какие он кадровые перестановки привлёт, какие люди придут. Ну, о людях мы всё равно будут, это будут местные, в большинстве своих людей, которых мы знаем. Потому что уж на уровне города, я думаю, всё-таки нам из Ростова не повезут людей. Хотя, опять же, вот, опыт с руководителем дирекции дорожного хозяйства показывает, что иногда к нам и варяне заезжают, на городскую варяне. Очень весело заезжают. Из Москвы, не обязательно из Ростова. Да. Поэтому говорить пока рано. То, что она делает пока сейчас, да, ну, это показывает то, что человек, ну, по крайней мере, понимает проблемы города, понимает болевые точки, те же, связанные с ремонтом дорог, ремонтом дворов, там, условно говоря, да, с той же проблемой фуфыриков в Ленгасове. Угу. То есть, эти болевые точки она видит, но, я думаю, их видят как бы и все. Вот. И то, что она этим занимается, это правильно, это хорошо, но я говорю, что мы должны, во-первых, посмотреть, сейчас это тоже будет городской бюджет приниматься. Она, хотя и предупредила, что бюджет будет приниматься, это так сказать, чтобы быть принятым, да, то есть, скорее всего, довольно стандартный бюджет принят, а потом уже будут к нему вноситься поправки. Но, мне кажется, что основная веселуха в городе начнется после принятия уже бюджета. То есть, все понимают, что бюджет будет принят такой, ну, стандартный. Но черновой. Черновой, да. А потом уже в него надо будет вот эти вот перетяжечки-то делать, что с чего куда передвинуть, что куда перебросить, куда направить дополнительно какие-то деньги и все прочее. И вот тогда уже наша городская дума и ее глава покажутся, так сказать, в полной красе, потому что когда начнется вот эта игра интересов, вот это расстояние интересов какое-то, вот тогда мы поймем, каков у нас глава города, каковы у нас депутаты, что они на самом деле делают, что они будут делать с нами. Но я, честно говоря, Николай, все-таки надеюсь, что прогноз ваш не оправдается. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Программа особой мнения продолжается. В гостях у нас Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Обсуждаем темы, в частности, связанные с городом. Но поскольку тему дорог вы упомянули, не могу не попросить вас прокомментировать новость, которая пришла вчера вечером. Проект «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта» и их же проект «Карта убитых дорог» запустили конкурс для кировчан. Кто споткает тому фотоаппарат, да? Да, совершенно верно. Кировчане, которые сфотографируют самую-самую страшную яму на дороге, могут получить цифровую фотокамеру. Это вот не просто так, между прочим, не дешевая такая вещь. Я думаю, что конкурс будет веселый, потому что, невзирая на то, как много у нас техники дорожной по городу ездит, убитых дорог у нас по-прежнему очень много. И ямы есть. И, ой-ой-ой, да даже уже на вновь асфальтированных фрагментах уже лужи у нас стоят, когда дождик прошел. То есть мы уже понимаем, что там будет через год. Вот. А уж тех улиц, ну, те улицы, которые просто не попали в план, да, особенно на фоне того, что вот появилось в некоторых местах свеженький асфальтик появился, на этом фоне просто кошмарно выглядит. И, кстати, вот опять же говоря о главе города, раз она все-таки у нас пешеходная женщина, да, что мне вот... Женщина-пешеходная не ходит. Женщина-пешеходная, да. Что мне очень в ней нравится, да, то, что он до сих пор еще пока пешком по городу ходит, да, не боясь. И ездит на общественном транспорте. Вот. Вот я думаю, что все-таки вот это очень хорошая черта главы города, потому что не только вот эти активисты, которые будут за фотоаппарат ямки видеть, да, но и глава города иногда свернется в обычный маршрут, там буквально на портальчик, и поймет, что, ой, далеко не везде у нас дороги проезжие, про тротуары, просто не говорю. Ну, в общем, вы популярный, популярность конкурса прогнозируете. Я думаю, что это будет очень популярный конкурс, потому что в нем очень легко принять участие, потому что не надо далеко ходить, куда-то ездить, не надо ничего выдумывать, просто, ну, сойти с обычной дороги, буквально, квартал влево, квартал вправо, здесь отремонтирован, там нет. Нажал на кнопку, и супровой фотоаппарат, ой. Да, свободу сделали, Володарского нет, условно, далеко ходить не надо, и на грани все это очень хорошо видно. Прекрасный конкурс, я думаю, что он будет очень успешным. Ну, как вам кажется, зачем они его задумали? Для того, чтобы получить, нет, я думаю, что они как минимум хотят получить больше информации о состоянии дорог, это будет очень весомый аргумент для будущего года, когда у нас снова будут дорожные работы вестись, вот, при выборе. Потому что, понимаешь, вот, когда выбирают дороги, которые будут... в которых заинтересованы очень-таки известные коммерческие структуры, то есть это дороги, которые ведут к новым микрорайонам, где продаются квартиры. Сама понимаешь, как изменяется цена квартир, если к этому микрорайону продолжена дорога хорошая, да? Вот. И, соответственно, часть денег, которые должны были бы пойти на самом деле изувеченные плохие дороги... На улицу Володарского. На улицу Володарского. Ну, я так, к слову, сказал. Ну, это к примеру, да. Потому что я обычно хожу по своему делу, да, сворачиваю просто для интереса, иду по другой улочке и понимаю, что нет, больше я этого делать не буду. Вот где-то можно хорошо пройти, где-то нет. Я также думаю, что и глава города иногда будет сворачивать. Вот. Соответственно, когда вопрос уже будет конкретно касаться конкретных улиц, которые нужно ремонтировать, и понятно, что вот эти строительные наши организации будут лоббировать асфальтированием тех дорог, которые нужны им для более успешной продажи квартир, условно говоря, домов, в новых домах, тогда вот этот аргумент очень даже... Результаты конкурса будут подняты и показаны. Результаты конкурса будут подняты и показаны, что на самом деле, давайте-ка, ребята, мы займемся на самом деле ужасными улицами, да, а там, ну, если вы хотите, сделайте за свой счет, в конце концов, почему нет. Вот. Ведь это логично. Наличие дороги повышает цену квартиры, да. Совершенно верно. То есть, соответственно, ваши затраты... Ну, никто же не хочет лишние деньги платить, Николай, вы же понимаете. Я понимаю, всех хотят их заработать, да, но вот попробовать можно заработать более честно, сделайте дорогу сами. Хорошо. Тему недвижимости, сами вы ее подняли, и мы, конечно же, о ней поговорим. В минувшие выходные прошел в Кирове очередной пикет обманутых дольщиков. Ну, понятно, основная масса людей – это Новая Сергеева. Людям обещали сдать дома, по-моему, еще в 2015 году. До сих пор, значит, они не заехали, по-моему, всего пять домов заселили, да, из большого количества, которые планировались к застройке. Люди надеются на вновь избранного губернатора Игоря Васильева. Говорят, что это экзамен для него до решения этого вопроса. Можно ли мы прогнозировать? Интересно, вот что хотелось сказать. Дело в том, что последний номер моей любимой особой газеты вышел еще в 2014 году, да? Но я вот как тут не надо, разбирая архивы, обнаружил, что о Новом-то Сергееве мы писали еще в особой, о том, что это будут обманутые дольщики. А почему? Да, да. Мы писали, что ребята, вот, пожалуйста, мы видим новый большой кусок тех людей, которые попадут к этому. Мы видим большую проблему. Мы видим проблему, потому что надо обратить на это внимание. Тогда же помнишь, когда в 2012 году, там, в 2013 году приезжали к нам ту бабич, что Медведев, по-моему, да, и велели решить эту проблему дольщиков. Я все время говорил Никитаре в 2014 году, она будет полностью решена. Я даже как-то помню, на эту тему колонку писал, потому что три года подряд он говорил, что в конце следующего года она будет полностью решена. Соответственно, просто я говорю, три заявления просто процитировал одно за другим, и это уже был как раз 2014 год, когда после этих трех лет ничего решено не было. И уже появлялись, уже люди в открытую говорили, что здесь снова будет та же история. Почему на это никто не обратил внимания? Было уже понятно. Николай, не очень понятно, вот мне, например, а почему? Почему на это не обращают внимания в зародыше, да, когда это начинается, и уже понятно, что люди не укладываются в график. То есть там по той или другой причине, грунт ли не тот, либо там еще что-то. Но было видно, что идет очень сильная задержка по стройке, со сроками никак не коррелируются, которые обозначены на табличках. И уже тогда нужно было обращать внимание на этого застройщика и что-то с ним делать. И все инструменты тогда были в руках. Сейчас? А что сейчас можно сделать? Ничего. Вообще ничего? Понимаешь, вот сейчас говорят, что мы добились того, чтобы возбудили уголовное дело. Да, это очень хорошо в том плане, что виновный будет наказан. А люди что получат? А люди от этого ничего не получат. Нет, ну подождите, есть же какие-то механизмы, говорилось же о том, что недостроенные объекты будут передавать добросовестным застройщикам за какие-то плюшки дополнительные. И они будут достраивать, и люди все-таки в свои квартиры заедут. Это может быть решено только на уровне федерации. Да. На уровне федерации это может быть решено, иначе никак, потому что нужно очень много вводить изменений в законодательство. Очень много изменений. Потому что сам факт того, что государство будет что-то доплачивать, ты сама понимаешь, деньги бюджетные, они не могут быть на каком-то основании там из жалости направлены на такую-то статью. Для этого должен быть определенный акт законодательный, либо подзаконный, который позволяет эти деньги направить туда-то и туда-то, да? То есть людей бросят, получается? В данный момент я не вижу никакого инструмента на уровне области, по крайней мере, чтобы эту проблему решить. Понимаешь, когда мы довели уже того состояния, я еще раз говорю, что условно говоря, там 4 года назад можно было это пресечь в зародыши, но никто этого не сделал. Вот, я думаю, что следственным органам надо что внимание-то обращать, почему не было сделано в самом начале. Тот же дом, извини, который сейчас объявляют постройкой незаконной, да? Самовольная постройка. Самовольная постройка. Так извини, что его строили у всех. 4-127. Да, его же строили у всех на глазах, ребята. Все же видели, как его строят? Извини, тот же наш предстрижкаус, который вырос там рядом с администрацией, когда сказали, мы заметили эту стройку только когда-то она стала выше 9 этажа, да? Извините, ребята сказки-то рассказывают. Все прекрасно видели и знали, что строится и зачем строится, но не пресекалось это дело. Подождите, Николай, но вот очень мало времени остается, буквально там полминутки. Все-таки ведь Васильев должен быть заинтересован в том, чтобы эта проблема была как-то решена. Он, безусловно, должен эту проблему решать. Я думаю, что он должен управлять очень большой активностью именно на федеральном уровне. На федеральном уровне работать с депутатами. Нашими, которые у нас есть в Государственной Думе. Я думаю, эта проблема не только в Кировской области существует. Не надо, чтобы это решение по обманным дочкам каким-то образом принималось. Потому что раз государство разрешает этому застройщику строить, да, то оно каким-то образом должно нести ответственность за то, что застройщик делает. Не знаю, в каком именно виде. Но тут предложение разумное. На самом деле, это передавать этот участок за какие-то бонусы нормальной строительной организации, чтобы она за свой счет его достраивала, получая от государства что-то. Либо земельный участок, и вопросы о финансах какие-то. Не продавала уже квартиры. Но этот механизм тоже законодательный как-то. Мы можем по срокам предположить, будет решена эта проблема? Если да, то в какие сроки? Судя по тому, что в 2012 году Путин велел решить ее за год. Или Медведев, не помню, кто у нас тогда был в 2012 году, не помню. Уже никто не помнит. Да, но никто этого не решил. Я никаких сроков называть не буду. У меня такое ощущение, что есть определенная структура, которая тормозит эти сроки. И вот эти все фирмы, которые строят дома, да, они не просто так с него упали. Они кому-то очень выгодны, кому-то очень нужны, и каким-то образом что-то через них происходит. Иначе бы, я еще раз говорю, это просто не было бы изначально. Эти бы застройщики не появлялись. На них бы не смотрели так, знаешь, пусть балуются, да. Мне кажется, это вопрос такой очень серьезный. Сроки бы я называть не стал, но решать его можно только через Федерацию. И у Васильева, безусловно, есть все необходимые инструменты для того, чтобы этот вопрос двигать на том уровне. Ну, мы очень надеемся, что он этим вопросом все-таки займется, потому что людей, ну, вот просто жалко. Там семьи, там дети. Это люди, которые, да, вкладывались в это жилье, влезали в кредиты, да. Проценты тикают, такают, так сказать, люди беднеют. Им негде жить. Это кошмарная ситуация совершенно, и нужно решать. Но я еще раз говорю, что так вот сдать, что Васильев завтра махнет рукой, и что-то произойдет. Нет, это он не сможет этого делать. Ни на уровне города, ни на уровне области. В общем, не рождается оптимизм у нас по итогам нашей программы. Зато мы живем в передовой области. Естественно, да, чему остается радоваться, это тому, что мы витрином. Мы витринный регион, и приезжайте все к нам в гости. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» был у нас в особом мнении. Я с Вами на этом прощаюсь. До свидания, Николай. До свидания. До свидания.